Где твоя собачья соль? Где она? Ах ты такая! Если бы Моника только умела говорить, то обязательно извинилась перед хозяйкой за поведение недостойной породистой собаки. Казалось бы, подобрать земли и съесть половину чужой булочки – мечта гурмана. Но хозяйка почему-то ругается. И Монику, и Буляню, кинолог Ирина Филиппова, два года назад взяла из приюта. Английские бульдоги быстро освоились. Много гуляют, хорошо питаются и делят друг с другом любимый диван. Собаки очень любвеобильные, очень добрые, очень отзывчивые, очень контактные. Вползли в душу большим толстым червячком, обе причем. По утверждению кинолога, взрослые собаки гораздо спокойнее и уравновешеннее щенков. За ними не нужно следить круглосуточно и, что немаловажно, приучать к туалету. Большинство из них раньше жили дома. Несомненный плюс еще в том, что размер, внешность, темперамент и особенности характера можно увидеть сразу. Наше участие в жизни этих собак более яркое, чем когда мы берем щенка. Щенок – это ребенок, которому нужно очень много внимания, ему нужно воспитание. И, к сожалению, так как мы все дружно работаем, мы этого не можем предоставить. Со взрослой собакой просто в разы все легче. Это из серии очень известной истории, когда продают маленьких поросят под предлогом мини-пиди, а вырастает большой хряк. Так же и с собакой могут сказать, ну, вырастет по колено, а вырастает алабай. Поэтому с большой собакой все понятно, это легче. То, что со взрослой собакой гораздо проще, Егор Кошарин понял на собственном примере. Умку он забрал у нерадивого хозяина, который держал собаку на цепи, практически не кормил и не занимался ей. Умка породистая и требовала особого ухода и внимания. Козерин сказал, да, конечно, забирайте, был не сильно против, мы ее забрали, вот она уже два года живет. К новой обстановке собака привыкла быстро. Период адаптации не затянулся и прошел хорошо. Собака уже изучила базовые команды и начала проявлять охранные качества. Всегда собакам так или иначе нужен какой-то период адаптации, чтобы они привыкли. Она зашла к нам в первый раз, чумазая, зашла, ко всем полезла целоваться, всех любит, всем уделяет внимание. Очень-очень добродушная собака, но впоследствии она начала уже отличать, кто свой, кто чужой. Сейчас Умка и хозяин с нетерпением ждут лета. Больше всего собака любит купаться в водоемах и играть на свежем воздухе. О своем решении забрать ее к себе Егор Кошарин ни разу не пожалел. Щенок это хорошо, говорит он, но только если вы готовы мириться с маленькими шалостями и подходить к воспитанию собаки со всей ответственностью. Ольга Павлова, Василий Колдашов, События.